Приз конференции с американским волонтером Эдом Скибиски. Эд является основателем благотворительной фейсбук-группы «Один миллион человек в мире поддержит борьбу за свободу Украины». Деятельность сообщества направлена на объединение людей в разных странах для поддержки Украины. Активист организовал крупномасштабный украинский марш в Вашингтоне и ведет блог, рассказывающий о войне в Украине. Эд также связан с теми, кто готов оказывать материальную помощь для различных аспектов волонтерской деятельности в Украине. Он находится в Харькове, чтобы лично познакомиться с волонтерами и активистами и найти пути передачи помощи из других стран. Нам помогает помощник Лена Абиюк. Лена, Эд, прошу вас, несколько слов о вас, о вашем фонде и о вашей стране. И когда вы попросите, мы включим видео. Спасибо, мне было известно. Моя семья приехала в Украину в 1966 году. Моя семья, моя семья, моя семья, мой родитель, его название Томко. Я был первым из Скибики, или Скибики, если на украинском языке говорить, И также первый из Кибиски, вернувшийся в Украину. Я начинал фейсбуку на 7 марта прошлого года. После того, как я увидел все события на Майдане, я чувствовал, что нужно сделать что-то, чтобы помочь. Я не уверен, что я должен был сделать для Украины. Мы быстро вырастали до 2000 членов группы. И я получил возможность и желание приехать в Украину в прошлом году. Мы остановились в Украине в Киеве. И у меня была возможность выступать на сцене Майдана. Что было очень волнующим для меня. С того момента, с тех пор группа выросла до 50 000 человек. Я участвовал, проводил и организовывал больше шести марши в поддержку Украины в Америке. И я старался удушевить на те же вещи людей из Канады и Америки. Я здесь уже шесть недель. С двумя целями. Первая цель – это удочерить двух девочек из Одесской области. И это увеличивает число моих детей из трех до пяти. И вторая цель – это идти к различным городам в Украине. Он здесь на шесть недель. Поэтому имеет такую возможность поджидая решение ситуации. Он объезжает города Украины. Только чтобы распространить одну простую мысль, один месседж. Даже если вы чувствуете, что вы одиноки в вашей борьбе против российской агрессии. Вы абсолютно не одиноки в этой борьбе. Я думаю, мы можем начать видео сейчас. Если можно показать видео. Да, конечно. Путин не будет остановиться в Украине. Когда он оккупирует Украину, его следующий цель будет НАТО. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! А чего мы там стоим? Давайте сюда. Я народный депутат Украины Алексей Гончаренко. И сегодня здесь пришел вместе с нашей диаспорой потребовать, чтобы президент Обама наконец-то решился и передал оружие Украине для того, чтобы мы могли защищаться от вот такой смерти, которую нам несут российские войска. Я привез осколки снарядов, которыми убивали украинцев в Мариуполе. Вот они. И я очень хочу, чтобы президент США вспомнил, что США является гарантом безопасности и территориальной целостности Украины по договору 1994 года, когда Украина, единственная страна в истории, отдала ядерное оружие, добровольно отказалась от него. А сегодня нам очень нужна помощь. Я просто хочу поблагодарить всех моих волонтеров из нашей онлайн-фейсбук-группы. Многие из вас участвуют в Украине. Украинские войска Украинские войска Украинские войска мы очень рады быть в ней в поддержании этогоEstого Украина. Мы рос takim русском, я литую американец, но у ртуа Субтитры создавал DimaTorzok 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 ради Украины. При этом, как вы видите, людей не очень много, да, около порядка 500 человек там было на марше, очень холодно, и вот проблема там с организацией, ну, взаимоотношения там с диалоспором, можете задавать вопросы, если это интересно. Это все, что я хотела добавить. Несколько дополнительных еще моментов по поводу марша. Алексей Гончаренко в это время был в Вашингтоне, и как раз после встречи с Маккейном он перешел на марш. Семен Семенченко тоже предполагал, что он будет участвовать в этом марше, но во Франкфурте там, как было получено сообщение, что нужно возвращаться назад в Украину, он уехал, и вот один из активистов зачитал его речь с трибуны. И мы получили планы для Семен Семенченко, чтобы присоединиться к нам, как парень. Я просто говорила о Семенченко, но вы думали о Маккейн, правильно? Да, да, он просто не мог, потому что он получил предупреждение. Преполагалось, что Маккейн тоже будет участвовать, но он тоже что-то не скажет. Да, и Семен Семенченко остался в аэропорт в Франкфурте. Да, он был в Украине. Да, да, да. Мы получили люди, которые приехали из Лос-Анджелеса, перелетали всю страну из Чикаго, Северной Каролины, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Коннетикут, Тексас, I think, а few other people. There are about 300 people, we're hoping to have more, but it doesn't make a lot of attention. Who helped you with an organization this march? People who helped me were our group members that I reached out to. We've reached out to every single congressman, congresswoman, US Senator, and developed relationships with many of them as a result. Мы стараемся и максимально стараемся наладить связи с всеми конгрессменами и сенаторами, которые заинтересованы в продвижении, да, тем Украиной и поддержке. And the march, combined with the number of members in my group, allowed me the opportunity to become a writer, contributor for Fox News. Просто поддержка фейсбучной группы позволила ему как бы выступать таким вот защитником интересов Украины и стать блогером в одном из известных американских медиа. And this is part of the reason why I came to Harkiv, because they are paying attention to what I'm doing very closely, and I'm trying to shine a light on all the good work of all the volunteers for Euromaidan here in Harkiv. This information is not being distributed enough in the Western world, and I hope that by things like today's press conference and other things that we've been doing here the last few days, that we can help increase that exposure. Я очень надеюсь, что вся вот эта информация, которой владею я, которую сможете предоставлять вы, поможет доставить ее западному миру, которые ничего у вас не знают. You didn't say about Lithuanian embassy that was a great helper right now. Yeah, the wonderful additional point. The Lithuanian people were fantastic in that they actually hosted us at the embassy in Washington. Unfortunately, we did not receive the same support from the Ukrainian embassy. So I was not too upset when the recent ambassador was replaced. I was not very upset when your embassy was replaced. We have also conducted similar type of protests in New York City. Many of you probably know the musician Spivakov. I was personally present at the New York one, but we helped organize through our connections in the group, protests wherever he went, across Canada, New York. And I'm not sure if you've heard about what happened at Harvard University, but I'm trying to remind that Roman actually went on the stage to make a protest when he was there and passed out. Maybe not many of you know, but at Harvard University, there was protest action during the performance. During the performance, yes. And this event got into a tremendous amount of publicity for Ukraine in the United States. Yeah, but it became a big deal. And there and here in Ukraine. Well, we hope that we all know about this. We have a few questions. Yes, please. I have a question. I have a question. I can start with a few questions. I can start with a few questions. I can start with a few questions. Thank you, of all of you, of course, for the work that you have been doing. And it's clear that this is a big job. But now there are more problems, more concrete problems, more concrete, related to material support. And, for example, there is a group of volunteers and there are people, for example, who need, let's say, to the fight for the fight, for 60,000 people. Can you come to those people or give them contact? For example. This is one of the other major purposes of why I'm coming here. It's to establish contacts with people in person because there are many people who respect my opinion on where to send resources and assistance. And, you know, to me, there's nothing in every place is meeting somebody face-to-face, visiting people, seeing what they're doing, which I've had the opportunity to do the last 72 hours or so. I know, I know it sounds very simple, but I'm a big believer taking the first steps and then having things progress from there. Part of the... Joining the group is a very, very simple, basic thing that people can do. and adding friends to the group as well so we can grow. One thing that really, really bothers me is that there is a group of supporters for Putin on Facebook, which has 30,000 more members than we did. I know that it's only Facebook, but I'm sure most of you know, if it wasn't for Facebook, Maydan and Kyiv, they got us to take the first steps. And we are trying to be the unofficial public relations arm for Ukraine to counteract all the Russian propaganda, which unfortunately gets distributed widely in my country. So we are trying to be a non-social organization, which is not a national organization, which is propagating the Ukraine and everything that is happening in the same way, 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 in the same way. I know, but I don't know. It's clear. It's clear. How can we... Can we ask you for it too? Is it possible? Yeah, well, by joining the group and introducing yourself to the group, you will be posting information about the projects and what's going on. What's going on? Yes, yes. I anticipate that these things will happen because they have happened with other parts of Ukraine. We are helping other parts. Your role will be that you know both people and you know these people, you will be a kind of a recommender. Yes. Intermediator. 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 I understand. I'm very... I'm too... I ask myself, as a big as a big audience, who are asking, one wants to do this, one wants to do this, one wants to do this, the third needs something else. And he goes, I know, my professional career is 20 years of working with investors. And he did not talk about this, I'm confused, I'm a little confused. То есть человек работает в банке Bank of America Corporation for 20 years, right? Он вице-президент огромного финансового департамента, связанного с инвестициями. И вот вы его профессиональные можете погуглить, посмотреть. На профессиональных страничках, где профессионалы стараются наладить связи между собой. То есть там официально вся эта информация есть. Например, что 117 миллионов долларов уже он entrusted, то есть он распоряжается деньгами людей и довольно успешен в этом. То есть у него все в порядке с карьером, с домом, с семьей. Но зная людей, умея коммуницировать, он соединяет тех, с кем им нужно. Вот я так понимаю его работу в этом. Это история про Дэвида Ле Мойна, я встретил Дэвида в Батариона Харьков-1, он американец, он из Джорджии. Он приехал в Среднему Робортуру, потому что он член группы, и он как бы... Мы просто через группу начали собирать деньги, которые ему нужны были на тот момент, это там порядка двух тысяч долларов, то есть вы тоже можете увидеть все эти посты. И удивительно, что пока активисты по самой группе собирали там по чуть-чуть, да, эти деньги, буквально вот четыре дня назад приходится общение на телефон личное, то есть не на группу, да. Да, лично, женщина, там, девушка из Абудаби, она говорит, что там, точно, это вот им еще надо, две тысячи долларов, говорит, я как раз на пути Украину, надо им там еще вещей, там, теплых, еды какой-то, я подгрожу. То есть она уже спрашивает напрямую, да, у человека, который только что с Лимой, с Дэвидом Лимой, да, был на Фейсбуке, фотографии и так далее. Теперь он лично познакомился с новым батальоном, новым командиром батальона Харьков, да, въединенного уже. И, and, can we talk about, you know, soldiers that, you're an American military man who want to serve Ukraine? Yeah, I just want to make one other point. Yeah, okay, okay. So, even though I know we've done pretty good work so far, I think that we've only scratched the surface of what my envision. are for the group. We are planning on forming an NGO in the United States with a non-profit link, which will encourage Americans. We have a certain tax structure that the wealthiest Americans can benefit the most by contributing to a non-profit group. And because of my numerous connections that I have and also continue to make in Ukraine, I think I can kind of act as a link between the Western world and Europe, Canada, Australia. and where the resources are needed most. We have members in 167 countries, I think, and more than just one, I mean, there is... Can I make a summary of what you've said? Yeah. He said that... He said that... He said that... He said that... You don't say anything about media, FOX News, all these things... И я думаю, что вы хотите добавить это тоже, что вы хотите, чтобы быть в ТВ-шоу? Да, я имею в виду, у меня нет... У меня есть парень, и многие из вас уже слышали, Андрей Добрианский, который был на «Алда Зира», он был на MSNBC, но эти не самые высокотехнические интервью. Я пытаюсь очень быстро работать на «Фокс-Ньюс». У нас есть программа «Райли Фактор», который имеет около 7 миллионов зрителей каждую ночь, и я думаю, что, если я нахожусь, это сделает огромное изменение. У вас есть название? Райли Фактор. Райли Фактор? Да. Этот человек, его клиент, то есть, Эд, получается, профессионально занимался финансовой помощью человеку, который владеет сайтом «Фокс-Ньюс», из медиаресурса, который предложил Эду выступить в качестве блогера. Он не профессиональный журналист, но ему предоставили эту стримуцию, этот сайт, и он начал писать статьи об Украине. Да, это фокс-Ньюс. Да, это фокс-Ньюс. Это фокс-Ньюс. Один из самых известных в США. Один из самых известных в Америке. Да, это фокс-Ньюс. И вопросы. И о ТВ-шоу, это рейтинг, да? Да, рейтинг и так далее. Потому что медиа не имеет никто, кто понимает, что происходит здесь. Я просто хочу закончить картинку, да, и все. Значит, за счет того, что его блоги стали очень популярны, то есть и подняли рейтинги этих изданий, да, идет автоматический запрос на тему Украины, освещение тему Украины в еженедельных политических шоу. И он мне в предыдущих встречах говорил, что это просто поразительно. Семимиллионная аудитория, по меньшей мере, да, смотрит в ток-шоу человека, который путает Ецентас Янковича, да, он не понимает чего, говорит об Украине, вещает. И это не мы, не вы, да. И перед как раз приездом сюда в Украину идут уже предложения именно быть ведущим, да, рубрики, посвященные Украине, в телевизионном шоу вот этого Fox News. Кстати, Fox News, если вы наберете в гугле, вы увидите его статьи об Украине. Как раз перед маршем он поместил там статью, которая называется Mr. President, please give us, give Ukraine weapon, да, ну дайте оружие Украине. И получается, что у простого активиста, волонтера, по сути, потому что для него провести три часа в Фейсбуке, да, это волонтерство, это не работа, да, на бирже или где-то, где бы он мог в этот момент быть. И он говорит, что я все равно буду продолжать это делать. Просто поддержите меня здесь. И когда я выхожу к людям и говорю, я поддержу Украину, и у меня самая большая фейсбучная группа в поддержку Украины, пусть там будет не 50 тысяч, пусть там будет действительно миллион людей вокруг мира, да, в поддержку Украины, это все название, в ее борьбе за свободу. Спасибо. Берем кого-то, давай секундочку. Первый, 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 пожалуйста. А есть ли у вас какая-то усторонняя связь? Кто пишет у вас статьи про Украину? Как вы узнаете про соцсетях? Украинцы, коллеги, 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 коллеги. Ну это было труднее до интернетной поры, да, до поры, сколько интернет стал. Но, потому что, как я всегда говорю, что единственное, что не украинский, это мой язык. Да, проблема языковая существует, и всегда приходится пользоваться какими-то словарями. То есть, я постоянно читаю источники любых, по всему миру, от любых людей, и не важно. Консульства, все, что они выставляют, я читаю раньше. Но это не проблема, в принципе. Проблема, которая у меня есть, это объяснить моим соотечественникам, что происходит в Украине. И это не просто важно для Украины, это важно для всего мира. И когда я пытаюсь убедить людей поддерживать Украину, особенно американцы с украинскими корнями, я, конечно, заангажирован в этом, да, то есть я претенциозен в этом, я заинтересован в этом. Это для их же лучших интересах поддерживать Украину. То есть, самый важный момент для американцев, это то, что вы боретесь за свободу, потому что в ценностном смысле, да, это то, что привлекает американцев. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Давайте дальше. Ну, я в продолжении этого вопроса, если таки, хотелось бы понять, как вы планируете, конечно, очень важно, чтобы в Америку, первое, в Америку приходила информация, скажем так, из первых рук, а участников этих событий. Во-вторых, например, по Харькову мы видим, что, какая она ситуация после выборов, то есть инфантильная молодежь, журналистика, ну так, так себе, соус-соус. И, в принципе, вот с этой стороны я бы хотел тоже как-то, чтобы налаживались контакты, это очень важно, то есть между журналистами, чтобы здесь какая-то помощь была, именно среди молодых журналистов их готовить, их как-то, ну, вот в таком плане хотелось бы, то есть ваше мнение, и как-то собираетесь это. И, извините, еще момент, потому что на первом ответе. Ага. 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 Это то, что мы вчера говорили с волонтерами о том, что да, волшебный Фейсбук. Когда мы выходим с хорошей идеей, и мы делимся этим с нужными, правильными людьми, тогда великие вещи происходят. И они продолжают происходить. Я не могу точно вам дать дорожную карту, но это точно произойдет. Но я знаю с 100% уверенностью, что они будут. Это как двустороннее движение обмен информацией. И мы должны делать хорошую работу, делиться информацией об Украине там. И мы также должны делать хорошую работу, делиться информацией об Украине там. И, наоборот, мы должны делиться информацией для Харькова о том, что там происходит. For instance, there was a gentleman in the march, Michael Savkeev, he is the head of the Ukrainian Congress Committee in America. He is the gentleman who spoke about how cold it was in Washington. This is the oldest organization at the diaspora in the United States. And they have been working for over 14 years to finally put a monument in Washington, D.C., for the Colodomore. So I would ask all of you here, prior to me mentioning this monument, how many of you knew that there was going to be this event next week? Мало. Мало или вообще никто не знал? Никто не знал. This is a big problem. And I'm trying to fix it. There will be a celebration of these events that they are going to have in the United States. There will be a dedication, ceremony, banquet, concert. It's a three-day thing, over six, seven, eight. And I asked if we could stream this event, because I was going to be in Ukraine. And I received no answer. And I received no answer. And I received no answer. There is a physical rehabilitation, that is a training for the spine, the jurists, and social services. We are trying to help them return to the peace of life. и ветеранам и их семьям. У нас просьба к вам о сотрудничестве, потому что фактически мы тоже волонтеры позвали сюда на встречу. Мы не государственное какое-то предприятие или организация, у нас гражданская организация. И нам нужны, например, методики ваши, психологи. У вас была война во Вьетнаме, есть психологи, которые работали с ветеранами. Может они смогут нам помочь, мастер-классы, тренинги провести. У нас много проблем, которые возникают. Хозяйственное, финансирование. Мы сможем к вам обратиться и вы окажете на помощь. Прежде всего, я хочу сказать, как радостно я, что этот effort занимается, потому что это очень важно. И, как американец, у меня много родителей, родителей и родителей, которые борются в Вьетнаме, я знаю точно, что вы говорите. И я знаю, что люди от дома, которые я могу найти в контакте, чтобы начать информацию, диалог, обратно и обратно. Потому что это важный, важный опыт. И он, конечно же, найдет людей, которые вам смогут помочь. Я думаю, что солдат не может идти и выревать до победы, если он не знает, что позади него есть те, кто его потом будут ждать, когда он вернется. Это будет мой удовольствие. Это моим большое удовольствие, что я вас вижу, слышу и смогу вам помочь. Я думаю, что солдат, что солдат, что они не могут сказать, что люди пытаются уйти. Да, просто с другой стороны, люди начали контактировать меня из Америки. Они хотят украинские солдаты. Например, украинские солдаты, украинские солдаты, украинские солдаты. Они хотят служить в батальоне Харьков. Это все через них, потому что личный контакт, личные связи. Это происходит так. Это главный сообщение, главный сообщение. Вместе с Фейсбук. Да, я думаю, количество людей, которые в группе, в группе, они очень важны. Они смотрят, как мы это сделаем. И если мы будем продолжать, то это будет информационный взрыв. У нас уже есть старейшины из диаспоры, которые помогали организовать марши в 1980-х. Я учусь в засадах. Я просто попрошу людей, призываю их это делать, а они это делают. Тоже как волонтеры. У меня просьба, если будет возможность, приехать и посмотреть, чем мы занимаемся. Мы не можем посмотреть, что мы делаем. Тоже невозможно посетить как бы все. Но мы старались сидеть. Можно я приглашаю? Да, 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 да. Люди приглашают вас. Да, я могу, я могу, сколько могу, столько. Для того, чтобы осветить. Потому что у них там информации вообще нет. Вот как раз основной месседж. Будьте на этой странице. И все, что вы делаете. Просто продумайте, как вы это можете делать. Да, раз в неделю, хорошо. Но люди должны привыкнуть к тому, что это вот такая организация. Такой человек. Вот эти фотографии. Что-то пишите, неважно. I'm thinking about a technology like Russian, English, but it doesn't matter how to write, you know, what the message is. I mean, English is preferable, but it's fine. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. Но проблема языка не существует. Много людей в самой группе, они читают, если кто-то в комментариях пишет, переведите мне, кто это, что это, да. Кто-то может даже дописать. То есть это живое общение людей. Ну, понятно, что страница с 50 тысячами, да, людей, это, ну, такой вал информации. Но главное находиться там, в этой группе, да, и посвящать этому время, да, когда вы постите что-то вот о себе. Знаю, это может быть, да. Да. Есть. 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 Есть вопрос, если эта группа закрытая, как можно уходить? Она закрыта именно с целью соображения, потому что постоянно тролли атакуют, и поскольку он один администратор, ему очень много времени уходит на то, чтобы их... Если вы можете присоединиться прямо по линку, вы можете присоединиться к нам, можете зафрендиться с Эдом Скебельски или Леной Абиюк, я принимаю вас с друзьями, у вас автоматически право делать друзьями всех остальных, принимать группу. Если вы не хотите быть на фейсбуке, чтобы присоединиться к группе, вы можете присоединиться прямо по линку, который я могу присоединить сейчас. Мы можем сразу же линк вам дать, чтобы вы видели, как присоединиться к группе. Группа, которая поддерживает Путина 80 000, а не организует какие-то акции? Это группа, которую вы можете присоединиться к группе в поддержке Путина, вы понимаете, что они имеют протестацию? Нет. Нет. Сейчас они имеют быстрее, не хуже людей в соцсети по всей России. Это выглядит как раздраженная группа А-Кадии и Иисуса. Они абсолютно ужасные и ужасные люди. Но они имеют больше людей, чем с инфекцией. Я уверен, что все эти аккаунты фейки, но, несмотря на то, это реальность в сегодняшнем мире. Но, к сожалению, восприятие людьми сегодняшнего мира – это восприятие через цифры. И вот цифры, да, количество людей у вас на страничке, или количество кликов под вашим блогом – это имеет значение для них. И одна из моих краткосрочных целей – это, чтобы мы поделали их как быстро, как можно. Потому что это очень-очень меня зацепляет, что это продолжается. И такая краткосрочная задача, которая меня, ну, очень, скажем так, огорчает. Это плохо, то, что мы не можем расти быстро. На самом деле это просто. Если каждый присоединил всех своих друзей и попытался объяснить, как мы сейчас объясняем, почему это нужно, тогда это будет просто больше, группа будет расти. И, выходя на телевидение, он уже говорит о поддержке более мощной. Спасибо. Еще вопросы? А как еще раз группа? Как еще раз называется группа? Группа называется «One Million People». Вы просто пишите единичку, запятую, потом идут шесть нулей. Дальше, я думаю, эту группу найдешь не так, как «People Around the World» на английском набираете, да? Дальше там высвечивается название «For the support of Ukraine's fight for freedom». Но, опять-таки, вы попадете в нее только если имеете линк, да, напрямую, который это может дать. Или, если вы станете членом группы, вот и все. Группа принимает и видео, и ролики, и фотографии. Это мы вчера тоже обсуждали. Вот смотрите как. Понятно, что многие люди поддерживают Украину. Там веночки, цветочки, там песни, все это хорошо. Но он говорит, давайте наполнять, раз у нас нет других. Почему? Он говорит, вот смешно, да, фейсбучная страничка. Но другие не делают вообще ничего. И поэтому давайте наполним эту страницу. Пока страницу, потом сайт. Потому что идут сейчас, то есть это просто все в процессе. И сайт, конечно, будет. Давайте это все собирать. Потому что люди должны знать, что вот это Харьков. У него есть такие, такие, такие организации. Но надо присутствовать даже на ленте. В Твиттере, на ленте. Но он предлагает свою площадку. Потому что, зная вас, доверяя вам, он понимает, кто это. И соединяя людей, он точно вас знает. Потому что вот он сейчас вас видит. Основной состав группы – это эмигранты или это американцы? Все, вскратные группы. Все, вскрылись. Всrestrial группы. Всегда. Прич fund по 5 странам, убедительная группа, это конечно же, Европейские, и Украина, Игорь. Основные страны, Янтовые страны, Канада и Украина, США. Украина. Астраха. Астраха. И во всех странах, Украины, Игорь. Практически все страны Европы там есть. И основные города. Основные города, то есть, присутствуют. Одна вещь, которую мы находимся, это более волонтеров, которые могут переводить. Да, мы, конечно, ищем волонтеров, которые могли бы переводить все время, да, материалы. Но мы это все сделаем, это все мы сделаем. Я очень такой человек, который достигает свою цель, ставит и достигает их, поэтому все это сделано. И я просто хотела еще добавить, вы понимаете, дело не в том, что он сделал эту страницу, сделал марш, вот он мне тоже говорит, дело не в марше, да, дело в том, чтобы привлечь к себе внимание. И это надо делать, он говорит, мне очень жаль, что Харьков вот перестал маршировать, это очень важно показывать там, то есть быть активнее, потому что это их воодушевляет, раз. Второе, раз, поднимаются рейтинги, так, даже за счет фейсбучной страницы, потому что когда вы лайкаете фейсбучную страницу, вы лайкаете его материал автоматически там, когда он постит на страницу. Есть у него информация о марше Героев 14 октября? Есть информация о марше Героев 14 октября? Нет, нет, в Харькове. Вы знаете, что у нас был большой марш в 14 октября? Да, 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 я говорю, да, и все постил это видео. И что, видите, есть запрос на эту информацию. Не мы там пробиваемся через что-то. Есть запрос у западного мира на эту информацию. Ее надо дать. Нет, дело не в том, а в том, что... Нет, потому что мы можем. Да. Нет, он мне говорит, я бы очень хотела, чтобы мы организовали одновременно. Мы там, вы, допустим, здесь. Но они не просто же маршировали в тот день, в феврале. Они тогда выступали за проведение пиля в Конгрессе по предоставлению летального оружия. И его вот таки приняли. И они считали это победой. Но когда Обама заблокировал, они говорят, они понимают теперь, что мы не можем делать на него ставку. Мы делаем ставку на вот эти несколько месяцев, что у нас остались до ноября, до выборов. И он говорит, карту будут разыгрывать все украинскую. И республиканцы, и демократы. И это наш шанс быть активными в информационном поле. Его задача, зная конгрессменов из вот этой лоббистской группы, их там 40 человек в Конгрессе, которые постоянно реагируют на живую. Вот на все ситуации и просят его. Не какие-то другие, да, получается, организации. Мы не говорим, что они просто активнее получается этот человек. За счет его коммуникации, ну такой, да, коммуникативности. За счет медиа такой активности. Потому что, да, тоже надо и на телевидение выйти, и блог написать. Мы думаем, на самом деле, что, как бы, вот эти американские группы, которые создаются в поддержку Украины, они самостоятельно находят информацию, и, ну, независимо от нас это делают. Да, я не единственный человек, который делает, ну, что-то важное и хорошее для Украины. Но просто то, что нас отличает от других, мы видим большую картинку. Мы стараемся видеть всех людей вместе, но в одном, всех людей по всему миру, но в одном месте. Потому что это не просто важно распространять информацию, но делать это быстро. Я просто не прошу, где есть пример. Может быть, не совсем корректно, но с батальоном Азов, например, ситуация. У нас есть американский конгрессмен из Калифорнии, который я считаю коммунистом, но в самом деле. И он не поддерживает Украину. Несколько месяцев назад, он как бы, была его речь, ну, то есть он был автором речи, который говорил, что мы не должны предоставлять оружие. Потому что нацисты в батальоне Азов не должны его получить. И это было просто распространено по всем медиа, «Russia Today», «Russia Today» постоянно это все муссировано. Я позвонил в Патальон Азов по связям с общественным судам, с людьми, которые ответственны за это. И я предложил написать статью сразу же и выставить на Fox News по этому поводу. Ну, вместо сотрудничества, ну, как бы, такая неактивность, да, тишина. Ну, вместо сотрудничества, ну, как бы, такая неактивность, да, тишина. Ужасные расспросы. И я считаю, что многие, многие люди, которые борются за Украину, делают прекрасную работу в организациях. Я встретил их в Харькове. Мы недооцениваем возможности и важность, ну, медийных ресурсов. Вот, например, это даже событие по-настоящему. Это просто последний, да, пример, вот того, что это недостаточно освещается. Это все возможности поддерживать Украину, говорить о ней. Это вот мой основной месседж, который я вам пытаюсь донести. Спасибо. Ну, прямо сейчас можете принять на зубу, Павлашу? Да, он спросил, что мы сейчас в Инфо-центре. Да, можно, мы с вами, пожалуйста. В Инфо-центре. В Инфо-центре. В Инфо-центре. Да, я был интервью в Киеве, так что я тоже был интервью. Да, я тоже был интервью в Киеве. Да, да, и главный месседжет, мы просто хотим Украина быть свободной, чтобы война у Украины закончилась, но закончилась победа из-за независимости. Потому что мы не хотим большего количества уже убитых. Мы не хотим новой третьей мировой войны. Но вот когда мы с ним говорим, он именно выступает за то, что нельзя замораживать конфликт. Его надо заканчивать, но заканчивает победа Украина. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.